Новый российский самолет-невидимка так и оставался невидимым почти для всех до самого появления на взлетной полосе. Создание боевой машины вели в строжайшей секретности. Новая эра военно-воздушных сил страны. Так назвали первый полет перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. Первые 45 минут в воздухе. Применять всю боевую мощь самолета, конечно же, не стали. Истребитель просто облетел окрестности Комсомольска-Наамури и вернулся на аэродром. Летчика-испытателя встречали как победителя. В полете нормально. На посадке нормально. Все сложилось. В соответствии с тем, как предполагали, рассчитывали, никаких водных абсолютно не было. Все по плану. Разработчики заявили, истребитель Т-50 относится к вооружению нового, пятого поколения. И пока такие машины были только у США. Главное отличие этого самолета от предшественников, Вся имеющаяся информация подвергается анализу бортового компьютера и выдается пилоту в виде подсказки. Кроме того, самолет сверхманевренный, то есть сохраняет боеспособность и устойчивость на запредельных углах атаки, а также способный летать на сверхзвуковой скорости без включения форсажа. Это стало возможным благодаря новому двигателю. Это важный этап в реализации программы, и, конечно, это большой успех фирмы Сухова и большое количество успехов, которые вместе с нами работают на этой программе. Я думаю, что это новый этап развития военного строения в нашей стране. И я считаю, что это очень хорошее начало. Невидимкой военные эксперты назвали новый самолет за то, что в воздухе его почти невозможно обнаружить. Если Су-30, например, на радаре виден как металлический объект размером 5 на 4 метра, то свойства истребителя пятого поколения сделают отражение на экране радара в 40 раз меньше. Правда, есть мнение, что совсем невидимым самолет сделать просто невозможно. Технологии ПВО развивались вместе с самолетостроением, и теперь радары видят намного лучше и дальше, чем раньше. Эксплуатация самолета пятого поколения будет обходиться дешевле. Например, стоимость одного часа полета Су-27 составляет около 10 тысяч долларов, а стоимость часа эксплуатации самолета пятого поколения должна быть доведена до полутора тысяч. Предполагается, что первые Т-50 поступят на вооружение ВВС России в 2015 году. Также планируется, что 250 самолетов закупит Индия, которая наполовину оплатила разработку нового истребителя. Николай Захаров, Дмитрий Кабанов, телекомпания НТР.